Валиева бьет рекорды, Туктамышева обещает четверные в новом сезоне. Личный рекорд хромых. Искреннее удивление представителей Федерации фигурного катания России. Подводим итоги кубка Ростелекома. Заключительный шестой этап серии Гран-при Ростелеком Кап пролетел как один день. Девушки завершали соревновательную программу и как всегда не подвели возложенные на них ожидания. Благодаря успешному выступлению наших одиночниц на кубке Ростелекома, все три россиянки, занявшие сочинский педестал, без каких-либо проблем вышли в финал. Это Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Вместе с ними через две недели в Восоке выступят еще две россиянки Анна Щербакова и Алена Косторная. Из иностранных спортсменок в финал попала только японка Каори Сакамото. Камила Валиева, кажется, поймала кураж Олимпийского льда айсберга в Сочи и показала два феноменальных проката, в которые сложно поверить. Эта маленькая девочка продолжает славные традиции Александры Трусовой. Раздвигая границы возможного, ты смотришь на нее и просто не понимаешь, как она это делает, как она совмещает красивое катание со сложнейшими элементами от России. Как ей все так легко удается. Камила в третий раз подряд обновила мировые рекорды, но почему-то этому уже совсем не удивляешься. Хорошему быстро привыкаешь. За произвольную программу на Ростелеком Кап она получила 185,29 балла, а по сумме 272,71 балла. Предыдущие рекорды принадлежали ей же. Произвольная 189 балла, за две программы 265,08 балла. Вопрос, а предел ли это все еще нет. Глядя на оценку в 185 баллов за произвольную программу, можно легко подумать, что прокат был идеален. Фигуристка сделала все от и до, не допустив ни единой помарки, потому что иначе просто невозможно. Но на самом деле, одна небольшая ошибка у Камилы все-таки была. Во время исполнения второго четверного тулупа, во второй половине программы, спортсменка приземлилась очень близко к борту. Из-за чего возникли сложности с сойлерным каскадом. После небольшой заминки, Камила сделала двойной сальхов вместо тройного. Потери, конечно, минимальны и не сыграли никакой роли. Но все-таки балла 4 на этом каскаде она не добрала. То есть заоблачные, на первый взгляд, баллы это еще не максимум для Камилы. После космического уровня Валиевой просто невозможно воздержаться от сравнений с мужским одиночным катанием. Даже без перерасчета оценки за компоненты, хотя у женщин коэффициент ниже, Камила на сочинском этапе одержала бы легкую победу среди мужчин. Победитель Ростелеком Кап Морис Квиталашвили набрал 266,33 балла. На этапе в Канаде фигуристка с баллами 265,08 уступила бы только Нейтану Чену, у которого было 307,18 и стала бы второй. Таким образом, Камила легко и непринужденно вышла бы в финал серии Гран-при в мужском катании. Просто фантастика. Однако саму фигуристку идея соперничества с мужчинами нисколько не прельщает. А время пресс-конференции по итогам турнира на вопрос, не хотела бы она посоревноваться с мальчиками, Камила ответила, «Нет, мне нравится в своей категории. У мужчин больше мышц, им проще даются тройные аксели и четверные. Мы делаем эти прыжки по-разному», — сказала Камила. Не похоже, что мальчикам проще даются элементы ультра-Си. Но Камила абсолютно права. У мужчин совершенно другое строение тела, они выносливее, и им должно быть проще. Правда, в России складывается совсем иное ощущение. Возвращаясь к самому прокату произвольной программы Камилы Валиевой, фигуристка идеально исполнила сложнейший контент с тремя четверными прыжками и тройным акселем. Схожий набор в женском одиночном катании пробовала исполнить только еще одна фигуристка — 14-летняя Софья Акатьева, тоже бьющая рекорды в этом сезоне, но среди юниоров. Если сравнивать прокаты Софьи и Камилы, заметно, что в Соне такой набор дается немного сложнее. В отличие от Камилы, она допускала небольшие помарки на ультра-Си, а прокат в целом выглядел немного грязновато. Камила, кажется, успела довести свое болеро до совершенства. Когда она катает, очень легко забыть о сложности ультра-Си, потому что в ее исполнении прыжки выглядят настолько легко и безусильно, что невольно обесцениваешь титанический труд, скрываемый завидимой легкостью, а этого делать нельзя. Конечно, можно поднять тему о юном возрасте, как девочкам в 15 лет легко дается то, что уже не могут более взрослые фигуристки. Однако мы видим, что Софье Акатьевой отнюдь не проще. Соня младшей Камилы на один год, но по качеству исполнения элементов в презентации она все-таки уступает Валиевой. Анна Щербакова в 15 лет на пике формы доходила до трех четверных, но идеально чисто исполнить такой набор на соревнованиях фигуристке так и не удалось. Если вспомнить Сашу Трусову в 15 лет, уже тогда фигуристка замахивалась на пять четверных в произвольной программе, но тогда это казалось чем-то невозможным. Однако пять четверных от Саши мы в том сезоне так и не увидели. И вообще в 2019 году появился миф, что большое количество ультра-Си мешают презентовать программу. Вся концентрация уходит на исполнение четверных. Но так ли плоха в презентации Камила? Наблюдая за ее выступлениями, кажется, что сложнейший контент вполне совместим с артистизмом. Просто далеко не каждому это под силу. Даже в мужском одиночном катании ультра-Си прыгают почти все, но красивое катание при этом показывают единицы. Возможно, возраст отчасти помогает Камиле показывать запредельный уровень катания. Удивлять на каждом старте все больше и больше. Но совершенно точно можно сказать, что заветные 15 лет – это еще не панацея. Фигуристка обладает большим талантом. Может быть, она прилетела к нам с другой планеты? Представители Федерации фигурного катания на коньках России, наблюдавшие за выступлением Камилы, были просто в неистовом восторге. Казалось, что такого выступления они еще не видели. А уж они-то за свою многолетнюю практику повидали многое. Елизавета Тутамышева отстала от Валиевой на 43 балла. Чтобы наверстать такое отставание, Лизе надо прыгнуть дополнительно 4 тройных акселя на плюс 3 и на плюс 4 Гуе. В общем, целая трамвайная остановка кроется за этими 43 баллами. Однако совсем не хочется умалять заслуг самой Лизы на фоне успеха другой фигуристки. Наверное, мало кто обратил на это внимание, но Лиза тоже героиня субботнего вечера. Не так давно спортсменка переболела простудой, что сразу же отразилось на ее спортивной форме. Видно было, что произвольная программа далась фигуристке нелегко. Лиза была не такой резвой и зажигательной, как например в Канаде. Хотя даже в таком состоянии она откаталась без грубых ошибок. Разве что выезд со второго тройного акселя получился на большие минусы и принес потери в районе 4 баллов. Кому-то показалось, что Лизе приспустили оценки, но не похоже, что это так. Если бы не ошибка на трикселе, фигуристка легко установила бы новый личный рекорд. Просадка по компонентам есть, но она небольшая. Надо понимать, что вторая оценка величина непостоянная и может разниться от старта к старту. На нее влияет много факторов. Лизе было сложно. После ее проката Алексей Ягудин сказал, «У меня была только одна мысль, которой я проговаривал про себя. Терпеть, терпеть». И она дотерпела до конца. Судьи, очевидно, тоже почувствовали, что Елизавете приходилось терпеть и перебарывать себя во время выступления. Поэтому и компоненты сразу же стали чуть ниже. Сама фигуристка после окончания соревнований призналась, «Получилось не так шикарно откатать программу, потому что ноги были подуставшие. Я боролась за элементы, это было видно. Не было вау-эффекта, но во второй части стало лучше. В целом положительные эмоции стараюсь от старта к старту набирать уверенность», сказала Лиза. Также Лиза отметила, что после простуды не успела набрать оптимальную форму и последствия болезни еще дают о себе знать. Еще один интересный момент, когда на пресс-конференции речь зашла о четверных прыжках, Тухтамышева ответила, что в олимпийский сезон делает ставку на чистые прокаты и стабильность. Но она бы хотела откатать программу с четверным для личного рекорда. «Да, я делаю акцент на стабильность и качество исполнения. Четверным уделяю не так много времени. Для личного достижения хотелось бы откатать программу с четверным. Но это будет не в этом сезоне, а когда будет более спокойной и можно будет рисковать. Сейчас надо не пробовать, а делать». Значит ли это, что фигуристка не собирается завершать карьеру после окончания олимпийского сезона? Это было бы здорово. У Лизы огромная фан-база, которая продолжает расти с каждым выступлением. Но говорить о продолжении карьеры, пожалуй, пока рановато. Вполне возможно, что сейчас Лиза чувствует прилив сил и не собирается останавливаться. Но решающим фактором станет ее состояние после завершения текущего сезона. С уверенностью можно сказать только одно – болельщики по всему миру Лизе всегда только рады и готовы следить за ее выступлениями еще не один год. Порадовала в произвольной программе и Майя Хромых. После неудачи в короткой программе были серьезные опасения, справится ли фигуристка с нервами. Вопрос выхода в финал гран-при повис в воздухе. Не набери Майя в сумме 200 баллов, как это было неделю назад в Польше. Заняла бы пятое место и в финал бы прошла другая фигуристка. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Майя показала практически безупречный прокат с двумя четверными прыжками и отлично презентовала программу. Жаль, что второй четверной тулуп получился с ошибкой на приземлении. Но самое главное, что все остальные элементы были сделаны на приличном уровне. За свой прокат Майя получила 154,97 баллов. Это ее личный рекорд. Лучше нее в Сочи по баллам произвольной программы выступила только Камила Валиева. Теперь у нас появилось немного времени, чтобы перевести дух перед финалом гран-при и пожелать всем спортсменам успешной подготовки к этому турниру.